Хей, хей, хей! Всем привет, дорогие друзья! С вами Чинаски, и сегодня мы с вами продолжаем играть в замечательнейшую игру под названием Хорошая пицца, отличная пицца. Друзья, прямо сейчас у вас на экранах топ-комментарий из предыдущего видео, и если вы хотите попасть в следующую подборку, не забываю вам оставлять свой царский лайк, ну и комментики писать, конечно же, как же без этого? Так, давайте сразу посмотрим, что за задание. Три раза ускорить печь, блин, это на самом деле немножко фейлово. Ну ладно, примем задание. Так, пиццу за всем, что есть в моем саду. 8 частей, переспросим. Перец, лук, оливки, базилик. Окей. Кстати, я думаю, что наша пиццерия сейчас смотрится намного лучше, чем раньше, если честно, как по мне, очень классно выглядит. Так, перец, лук, оливки, базилик. Перец, лук, оливочки, базиликус. Базиликус у нас пока что без автоукладки, ребят, осталось буквально парочка, так сказать, недоработанных еще ингредиентов. Надеюсь, что в скором времени у нас уже все будет окей. Кстати, если я не ошибаюсь, то сейчас реклама появится, поэтому... Да, можно было на самом деле даже не выключать записи. Реклама появилась только на секунду. В этом плане эта игра классная, конечно же. Так, стоп, но... По-моему, ускорения не произошло. Эй, что за обман? Я не понял. Ну-ка, надо будет сейчас еще раз попробовать. Так, я хочу запеканку с тунцом. Как насчет пиццы с сыром на пшеницу? Вообще-то я мог бы и пиццу с тунцом... А, что вы все забыли? Забыли, извиняюсь. Эй, извините. Так, еще раз попробуем. Давайте, секунду. Эм, я не знаю, в чем проблема, ребята, но почему-то не ускоряется. Не знаю, может, это проблема именно сегодня. Потому что опять появляется реклама, я ее закрываю, а... Затрется на месте. Как-то странно. Ладно, бывает и такое, видимо, ничего страшного. Поехали дальше. А, я, кстати, могу... Да, я сейчас так сделаю. Так, если я по Гамлету, Гамлет значит ветчина. Это мы все знаем. Пиццу с ветчиной не вопрос сейчас сделаем. Сделаем, по-моему, ветчина у меня уже на автокладке есть, поэтому это все будет очень даже просто. Так, отдаем сюда. И давайте сделаем тогда вот так. Ладно, пофигу отдам я 7 баксов, ребят. Потому что, по сути, это очень сильно нам поможет в быстром приготовлении пиццы. Да и, в принципе, 3 раза получится 21 гола, да? Мы потратим. И 20 долларов в полу. То есть, по сути, я на 3 ускорения потрачу 1 гола. Нормально. Так, луковую пиццу, пожалуйста. Я собираюсь на свидание. Так, хорошо. На свидание с ребенком, главное, не еди, а то это как-то будет не очень хорошо, как мне кажется. Ребенок не поймет, на мой взгляд. Так, кладем сразу на ускорение. Хорошо. В принципе, я не знаю, ребят. Сейчас игра превратилась в достаточно такое простенькое дело. Поэтому обязательно ставьте лайки. Потому что, ребят, может быть, вполне может такое быть, что пицца начнет выходить реже. Все зависит только от ваших лайков. Так, наполовину соленый моряк. Ну, офигеть, вот это, конечно, можно, пожалуйста? Да, такое более понятное описание. Так, половина, оливки и анчоусы. Половина, оливки, перец, ананас, однако, придержите перец. Хорошо запечено. Так, половина, оливки и анчоусы. Давайте начнем с этого. Так, да уж, вот это заказ так заказ. Оливки, анчоусы. Извиняюсь. Я почему-то думал, что у меня есть автогладка мчоусов. Секунду. Так, и половина перец, ананасы, пепперони, сосиски, ветчина, бекон, но без перца. Так, ананасы, пепперони, сосиски, ветчина, бекон. Ананасы, пепперони, сосиски, ветчина, бекон. Вроде бы все сделал правильно, если не ошибаюсь, ребят. Но реально, это, конечно, какая-то безумная пицца. Одна из самых безумных, которые вообще можно встретить в этой игре, как мне кажется. Так, ну-ка, отдадим. Так, хорошо запеченное, да? Да, хорошо запеченное. Забыл, забыл про хорошо запеченное, но ничего страшного. Так, хочу пару пескета, фруктово-рыбной пиццы, сделать их зажаренными. Ой, блин, какие-то вегетарианские, веганские, пескетарианские. Так, фруктово-рыбная? Блин, а сыр он ест или нет? Фруктово-рыбная? Ладно, надеюсь, что сыр он ест, но это будет печально, если он как веган. Так, фруктово-рыбная, да. Значит, хорошо, сначала анчоусики. Раз, два, три, раз, два, три. Теперь сюда. Раз, 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 два, три, раз, два, три. Теперь пошли, ребят, фрукты. Оливки это фрукт, ананасы это фрукт, и перчик это тоже фрукт. Вроде бы все фрукты я разложил. Да, я понимаю, ребят, что это какое-то вообще очень странное сочетание, но уж что он попросил, то я и сделал, собственно, что я могу. Больше ничего не могу. Так, кладем сюда. Эту тоже режем. Блин, хорошо за... Ааа, ладно, хотя бы одну ему сделаю хорошо зажаренную. Забыл опять про это. Вот это самое хардовое. Почему нет улучшения на печь, которая делает пиццу сразу хорошо зажаренной? Было бы здорово. А, ладно. Ну, 13 долларов сойдет, в принципе, нормальные чаевые. Более-менее. Так, я хочу что-нибудь тропическое. Восемь частей прогоняйтесь через печь дважды, пожалуйста. Ну, ладно. Я так понимаю, что тропическое, это, скорее всего, все-таки не пепперони, а, наверное, ананасы. Есть у меня такое ощущение. Блин, как же кайфово, ребята, ананасы раскладывать сразу на автомате. Прямо очень классно. И снова дважды. Видимо, игра прям не сдастся, пока я нормально не пропеку пиццу. Но вроде бы сейчас все окей. Так, кладем сюда и отдаем. Ой, как хорошо порезано, так красиво. О, вот это реально красиво, вот это я согласен. Это не надо. Я женишь на эту пиццу, давай. Зови на свадьбу, я приду. Пшеничная совсем без мяса. Могу ли я получить ее хорошо запеченной? Так, пшеничная совсем, кроме мяса. Я опять, кстати, хорошо запечен. Прям день хорошо запеченных пицц. Ладно. Поехали. Это не мясо. Это мясо, это мясо. Это не мясо. Это тоже определенно не мясо. Рыба, это мясо. Как ни странно, так и есть. Так, вроде бы, баклажаны положил. Все окей. Должна дать хорошие чаевые, ребят. Я считаю, так, хорошо запеченные. Я вспомнил, я вспомнил. Ничего страшного, все нормально. Должна дать, я думаю, хорошие чаевые, потому что мы с вами здесь навалили реально много всяких ингредиентов. Думаю, что ей понравится. Так, по-моему, сейчас вообще неплохая пицца. Так, хорошо. Что, 10 из 8 баксов? Чего я за одну пиццу? Вот это я понимаю. Могу ли я получить одну с луком и одну с пепперони и сосисками? Хорошо. Хорошо. Тоже нормальный заказ, в общем-то. Совершенно обычный. Одну с луком и одну с пепперони и сосисками. Пепперони? Сосиски. Блин, помню, ребят, я один раз в жизни заказал, но это не совсем пицца была, это что-то типа хот-дога было. И это было в таком месте, короче, я отдал за хот-дог тоже вот где-то долларов, наверное, 20, если в пересчете. Я при этом просто не знал даже, что он столько стоит. После этого хот-доги я не особо люблю. А они готовы вообще отдавать чуть ли не 50 баксов. И нормально, еще и на чай оставят. Трава и лук на пшеничный. Подробнее, мужчины, пожалуйста. Базилик и лук на пшеничный. Хорошо, хорошо, сделаем, не вопрос. Так, лучокус кладем и базиликус тоже. Без проблем, без проблем. Хорошо, разложили вроде бы и кладем в печь. Слушайте, нормально, мы сегодня зарабатываем. Кстати говоря, надо заметить, уже 177, я думаю, 100 баксов мы с вами на итичах сделаем. Может, даже побольше. Хотелось бы, конечно, побольше. Так, вы должны быть некромант, потому что ваша пицца вернула меня снова в жизни. И я хочу пиццу с половиной сыра и другой половиной... И пепперони... Что? Почему сразу не сказать такое? Блин, это же важная информация. Алло. Так, половина сыра и пепперони, базилик, грибы, сосиски, перец. Пепперони, грибы, сосиски, перец, базилик. Вроде бы все правильно сделал. Надо же, какой заказ интересный-то получился у нас. Ладно, надеюсь, что чая будет, ну, минимум 6-7 баксов. А, это же половина только. Тогда чая будет, ребят, 3-4 бакса, это точно. Блин, ну, лоб подстала, конечно. Ну, неплохо, неплохо. Сойдет. Смотрим дальше, зайдем. Там все, там, терек. Мясо и сыр без соуса, без рыбы. Хорошо. В принципе, тоже нормальный заказ. Так, мясо и сыр. То есть без соуса. Мясо кладем, раз, два, три, четыре. Вообще, найс. У нас все мясо, кроме анчоусы тоже. Я забыл, анчоусы на автоукладке или, по-моему... Да, анчоусы не на автоукладке, ребят. Но зато все остальное мясо на автоукладке вообще нормально. Она же хорошо, что не просила. Нет, все. Так, 4-44 прям нормальная такая цифра, кругленькая, дала нам. 4 доллара, 44 центра. Он на зок, твой, твой. Хотел омлет с добавками, но поскольку это потеря, я возьму пиццу для завтрака. Давайте подробнее, мужчина, пожалуйста. Лук, грибы, сосиски, бекон, ветчина. Блин, надо запоминать. Так, лук, грибы, сосиски, бекон, ветчина. Лук, грибы, сосиски, бекон, ветчина. Вроде бы ничего не перепутал, ребят. Вроде все сделал правильно, если не ошибаюсь. Так, порезать на 4 части. Все, 2 раза запекать не надо и дохлыша. Хорошо, режем и отдаем. Слушайте, ну все, сейчас уже будет 2 соточки. Отлично. Это значит, что мы с вами перешли минимальный порог. Самое главное. Так, половина ветчины и сыр. На пшень. Чего? Только сыр. Все. Блин, вот это мне не очень нравится, что они перестали нормально объяснять, что надо сделать. Ветчина и сыр. Кстати, пулки прикольные с ветчиной и сыром. Собственно, насколько вкусная пицца просто с ветчиной и сыром, я не уверен, если честно. Ну да ладно, не мне ее есть. Мне только готовить. Кстати, все, у нас теперь печка опять в стандартном режиме, так сказать. Теперь она уже не ускорена, к сожалению. Но ничего страшного. Хорошо, идем дальше. Держи, пожалуйста. Давайте следующий заказ. У нас полтора часа игрового времени осталось. Мне нравится оливковая пицца без сыра, потому что она выглядит как божья коровка. Сколько тебе лет, я, конечно, не знаю, но божью коровку я тебе сделаю без проблем. Вот, пожалуйста. Готовая божья коровка. Отправим ее в печку, чтобы божья коровка запеклась как следует. Надеюсь, что ей не больно. И отдадим сейчас на съедение. Нет, это раз, два. Кстати, смотрите, реально похоже на порезанную пузь коровку. Странно даже. Так, хорошо, у нас остался один час. Часы уже начали мигать. Я не хочу предполагать, но могу ли я получить пиццу с канадским беконом? Канадский бекон это ветчина, все это знают. Не вопрос. Я уже выучил сленг этой игры, ребят. Вообще пофигу, все уже выучил, потому что надо зашибать денежки. А чтобы зашибать денежки, надо знать и понимать, что говорят покупатели. Без этого вопроса никак. Так, готово. 9.15, осталось 45 минут. Я думаю, что мы успеем еще либо один, либо два заказа на есть. Не, наверное, не знаю. Хочу пиццу с грибами и пепперони. Хорошо, блин. Что, с 5.2 успеем? Слушайте, было бы здорово. Так, сюда. Пепперони, грибы. Быстрее, 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 быстрее. Очень важно, очень важно. Давай, давай, скорее, скорее. Блин, я думаю, что мы должны успеть. Блин, 15 минут осталось. Это уже самое пос... Давай быстрее, что ж ты так медленно, да, боже ж ты мой. Еще, может быть, успеем. Пожалуйста, быстрее. Уходи, уходи, уходи. Все, давай, 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 следующий, следующий, скорее. Привет, мне нужна половина... Так, я не буду уже читать, ребят. Половина с оливками и луком и половина пепперони. Хорошо, что я вовремя, ребят, не стал читать, потому что иначе бы я просто не успел. Так, половина пепперони, половина оливки лук. Пепперони есть. Есть лук, а оливки? Блин. Надеюсь, что он не обратит внимание, что оливки не... Ну, блин, я... Я перепутал, ребят. Хорошо запеченный, да, делаю. Но как же так-то, я мискликнул не туда, нажал. Ладно. Ну, пожалуйста, не делай возврат, пожалуйста. Все, 4 бакса, нормально, нормально. Ну, учитывая, что мы оливки потратили, и это не так уж много заработали, но хотя бы так. 135 долларов сойдет. Так, ремонт, духовочка. Вот почему она так медленно. Все, без проблем, чиним. Ну что, ребята, осталось у нас две. Мы, кстати, можем купить разметку для начинок, но она, в принципе, не надо, потому что помощники сейчас будут уже почти все. Ну что, ребята, призываю вас обязательно ставить лайки, подписываться на канал Пиццерию Чинацки, будет вам благодарна. Не забываем также, конечно же, писать комментарии. Все читаю, на все интересно какие-нибудь отвечу. Ну, естественно, ребят, только от вас зависит, выйдет ли следующая серия, и если выйдет, то когда. С вами же был Чинацкий, увидимся уже совсем скоро в новом видео, дорогие друзья. До скорой встречи, и... Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok